Валерий Дудко 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 зомби, оно на сегодняшний день не ощущает всей полной ответственности за жизнь завтра. Они живут одним днем, и вот эта идеология, она самая страшная. Придется много менять. Это патерналистская идеология насправдим. Придется много менять, потому что мы, с одной стороны, видим эти заявления Захарченко постоянно о достижении Донецкой Республики и Луганской, о формировании там пионерских отрядов имени товарища Захарченко, ну и масса остальных таких процессов. На самом деле это масса противоречий, собранных на одной территории, не желающих осознать существующую реальность. Вот это их житие, бытие в виртуальности под флагами постоянно свидетельствует о том, что разума и ума там нет. Поэтому будем ожидать тех процессов, которые стабилизируют эту ситуацию. А какое событие вы выделили бы самым главным по итогам года именно по этой ситуации? Ну, по этой ситуации так трудно сказать, потому что минские домовленности они имели несколько стадий, но конкретных результатов вот поменять всех, будем говорить, тех, кого захватили всех на всех, не произошло. Будем говорить, войска от территории границы Украины и России не отведены. УБСИЯ продолжает точно так же не пускать на территорию объектов Донецкой и Луганской области, то есть они не могут полноту осуществить мониторинга. Поэтому выделить здесь что-то такое... И самая основная контроль кордону. Не восстановлено. До конца этого года фактично все эти пункты мали быть выполнены. Контроль кордону мав быть с нашей стороны. Цего нет. В нас требуют выборов, но этот пункт не выполнен. И не понимание, что с этим будет. И выходит, что эти Минские угоды нужно продолжать дальше. Чи будет Минск-3, как вы вважаете? У какого-то нового сенсора? Это, конечно, постойно перемовни какие-то будут триваться. Без этого... Кто может піти на поступки, как вы вважаете? Справа даже не в поступках. Справа в том, что до сих пор немає субъектів перемовин. Незрозуміло, кто с кем домовляет. Когда там приезжают одни от так званых представников так званых ДНР, ЛНР, приезжают одни, потом инши, потом еще инши, там постойно изменяются субъекти. Хоча мы понимаем, что насправді истинным субъектом есть Россия, но она делает перед заходом, что она тут ни до чего. Допоки не будет перемовин с реальным субъектом, доти ничего не вирішиться. Это все основные фишки. Сегодня он сказал, что он подписал, а завтра его уже не мает, уже инший. А то инший не несе ответственность. То есть тут ситуация не визначена. А зізнание Путіна, что певною мировой військовой Росії все ж таки присутні на Донбасе. Вы знаете, с Путином ситуация в том, что правда завжди проста. А брехня, вона завжди складна, багатоярусна и весь час забываешь, что колись брехав. Вот так с Кримом было, что мы тут ни до чего, а потом выпустили фильм про Крим и он сам сказал, что я это все придумал. Ось, будь ласка, для ГАА уже все готово, зізнання. Потім было так само и с Донбасом. Теперь виявляетесь, что там какие-то российские військовые все таки есть. Но не регулярные частина армии. Это не имеет значения. Но тут не имеет значения. Уже президент и главнокомандующий військ другой страны сказали, что они есть. А у нас фактов очень много и достаточно для того, чтобы это доказать. Здесь даже несколько ситуаций еще сложнее. Она заключается в том, что такое количество боевой техники из военторга, поступившей на территорию Донецкой и Луганской республик, не могло не взяться ниоткуда, кроме как из России. И вот нельзя бесконечно врать. И Путин уже сам понимает, что он попал в ситуацию, когда над ним смеются. Вот это его изоляция со стороны международной общественности, хотя здесь есть несколько ступеней, подхода и все остальное, свидетельствует только об одном. Он уже понимает, что нужно учиться говорить правду. И мы идем к тому этапу, когда он признает, ему главное сохранить собственное лицо и выйти из этой ситуации довольно-таки в положительном цвете. Но если на руках у человека кровь погибших бойцов Украины, если это разрушенные населенные пункты, никакого прощения быть не может и никакой скидки для таких людей делать не надо. Вторым событием, наверное, выделили бы местные выборы. Да. Ну, возможно, и выборы. И я бы еще хотела сгадать то, что стало за этот год в Харкове. У нас, помните, 22 лютого, когда был биле Палацу спорта, фактически загинули четыре люди. И я не пригадую за историю Харкова, за незалежную Украину историю Харкова, чтобы люди гинули за идею. Просто за то, что они вошли на мирный митинг. И это насправдя трагедия нашего города. И она тоже стала в этот р год. И, возможно, она стала поворотным пунктом, потому что швидше за все, что эта провокация готувалась, как в Одессе. Для того, чтобы спровоковать двоих сил. Это готувалось и для того, этого не сталося. Но мне здаётся, что эта ситуация в Харкове зупинила, чего мы можем не знать, какие-то прихованные процессы. И это тоже трагедия для Харкова. Вибори это тоже подия для Харкова. И вагома подия для Харкова, для всей Украины, потому что произошло перезавантажение влади. Как оно произошло, это не имеет значения. Сегодня очень много инерційных процессов. В том, что в час войны все равно забожение народу будет спостерегаться. А если еще враховывать, что мы прекрасно знаем, что влада погрязла в корупции, что существуют шаленые корупционные схемы в нашей государстве, то как для такой ситуации в час войны мы еще и непогано живем. Если разобраться. Вибори перезавантажили владу, и если произошел демократизм в сторону выбора колишних ребят хозяйственников бывших регионалів, это не значит, что народ им очень верит. Это значит, что народ зубожив, обезлился. Это начи протест. Это протест. Это вы, как харькови, они голосуют. Они не голосуют за кого-то, они голосуют против чего-то. И это протест был против чего-то. И это сигнал нынешней влади, что пора уже остановиться. Корупция уже разъедает сама себя ссередине. Ваши итоги в плане выборов, что показали они в частности в Харькове? И какие последствия могут привести? Взгляд на Харьков очень специфичен. Потому что две партии, не имеющие такой перспективы всеукраинской, вдруг оказались одними из лидеров выборного процесса. То, что нам навязывали этот оппозиционный блок, партия регионов начала заниматься одним, как хамелеон менять название и крышу, под которой она пытается спрятаться. то, что традиционно большинство избирателей проголосовало за партию регионов под любой крышей, свидетельствует о некотором таком статичности или будем говорить степени задержки понимания электората, что они делают. А вот то, что оказалось на сегодняшний день как результат, да, партия Ведроджин занимает там, по-моему, более 50. 57 мест в Мицкой Раде. В Мицкой Раде 57 мест. Ну, Геннадий Адольфович получил стабильное одобряемость, что проводить собственные решения. Но на сегодняшний день меняется общая картинка. И народ чаще начинает задавать мэру города вопрос, а что и почем и как. При том, что он организует много положительных процессов в Харькове по наведению порядка, чистоты и все остальное, мы примерно знаем идеологию этого человека. Сегодня он проукраинский, завтра он про русский, послезавтра он продастся еще кому-то, и стабильности в его поведении абсолютно нет. То, что он деребает городской бюджет так, что идет только свист, это понятно, те четыре уголовного дела, которые по парку Горького заведены, о том, что деньги перечислялись ни тем, ни тому, и фирма, которая не имела никаких механизмов и устройств, вдруг выиграла почти на 4 миллиона тендер. Вот, игра будет продолжаться, но сам процесс, он начнет стабилизироваться, а спрос населения начнет возрастать. Нам нужно родить тот народный контроль, ну, не партию народный контроль, а народный контроль от населения. И только тогда можно будет говорить о каких-то успехах. Ну, вот, вы можете сказать еще по итогам года, вот сейчас уже, по сути, получается, после выборов харьковчане многие заметили, что начались еще и протесты сотрудников коммунальных предприятий, на сессии горсовета уже там какие-то девять новых коммунальных предприятий создают. Что-то меняется в какую сторону? Я не скажу, что сильно что-то меняется. И я хочу сказать, что эти партии, которые получили большинство партий отроджения, в городе, они думают, что они получили кардпланш на все, что они могут делать. Я трошки зараз звернусь от коммунальника в другую что мовляв стабильно и тихо все добре. А когда кто-то задает вопрос, что до бюджета, когда кто-то задает вопрос, куда идут деньги на эти же коммунальные предприятия, на тот же будиночок для жирафа, почему так много денег, или на парк горького, и почему мало там например на медицину. Эти люди оголошаются какими-то нормальными, потому что стабильность это добре. Когда все мовчат, это добре. Мы прекрасно понимаем, что это только на цвинтаре добре. Звідки взялась эта установка и почему так людей сейчас налаштовывают, что сессии мают проводить швидко, потому что это стабильно, почему стабильность это добре. Установка пошла из радянского времени. Когда выховывалась такая двуличность у людях, что ты ходишь на митинги, ты стабильно поддерживаешь КПРС, но дома на кухне ты маешь право сказать что-то иншее. Тут ты конформист, а дома ты герой. И вот эта двуличность продолжается у нас у Харко такой заповедник о той стабильности. И я тут просто слушала про стабильность в нашей владе и сгадала такую одну ситуацию, чтобы это объяснить. В Африце був завод по випуску кросівок Adidas. И что с людьми не робили? Вони все одно их крали, потому что их учили, что вы хорошо выпускаете кросівки, но не нужно их выносить из фабрики, не нужно их крести. Люди все одно их брали, потому что это плохо. Мы сами сделали, а что такого, поделиться. И уже зарплату увеличивали. З охороной говорили, все одно все населенные пункты были в кросівках бесплатно. И когда даже переносили виробничество в другие места, все одно это было. Тогда фирма понимала, что изменить людей не возможно, нужно изменить условия. И правые кросовки стали выпускать в одними страны, а левые в другие. И тогда перестали красить. Такую ситуацию нужно запроводить в нас, потому что хозяйственник, стабильность и молчание это хорошо. Это не хорошо. Треба фактически, как у нас в один в опозиции, она сразу про это каже, и ей треба отдать ключевый комитет, комиссионный Верховный Рад комитет, у нас комиссия, например, бюджетная. Вот так левый кросовок в одну сторону, правый в другую, и разом что-то входит. А не оголошить, а вы поделитесь, что прийшли крикунь, они только задают, а ничего не делать. Вы же им инструменту жодного не дали. И теперь вопрос, а если например, в этой облраде отдали бюджетную комиссию, сказали, что это опозиция, то мабуть бы борьба была за опозицию, кто там будет в опозиции, самопомощь, Батьківщина, наш край, пошла бы борьба и начался бы нормальный процесс идей, процесс конкуренции идей. Ні, у нас все окупировала одна партія, и она доводит до того, что выборцы других партій стоят ризко незадоволенными, так не можно себя вести, и называть это все стабильностью, это как бы доброе, демократия предбачает конкуренцию идей, озвучивание этих идей, то есть у нас пока что вот такой совок умисленный, конформизм, двуличность, мовчание, это все идеи, которые нужно изменять. А как изменять? Я сначала хотел бы коснуться того вопроса, который вы задавали Галине, о коммунальных предприятиях города Харьков. Это целый механизм существования предприятий, в большинстве которым они создаются для того, чтобы втянуть целый ряд предпринимателей в неоплаченную работу. Весь смысл, что коммунальное предприятие начинает заключать договора с фирмами, при этом оговаривается, что стоимость договора 100, сколько-то, пятое, десятое, а потом появляется такая методика «давай-давай». Ему говорят, руководителю, ну, возьмитесь за выполнение работ, вот, ну, вложите туда вот 100 тысяч, мягко говоря, выполните там на 25%, процентов, а мы вам потом вот проплатим эти деньги, что вы вложите, пятое, десятое. На самом деле все гораздо сложнее. Оканчивается конец года, никто не платит ни по каким счетам. Ну, работы с одним не удалось, со вторым заключает, с третьим, но дело двигается. Целый год после этого предприниматель бегает за этими коммунальными предприятиями и пытается разобраться. А в большинстве своем с начала нового года образуются новые предприятия. И эти новые предприятия с нового листа начинают опять заключать договора с предпринимателями о выполнении тех же работ. Везде, на всех уровнях мэрии говорят, что у нас в Харькове нет ни одного предприятия, которое имело бы какие-то доходы. Ну, блеф абсолютный. Нужно отметить, что мы умудрились тот мусор, который вывозит у нас определенную структуру, в квитанции мы там отдельной строкой за это платим. Так вот, количество мусора увеличено согласно норматива в три раза. Мало того, после того, как повысились тарифы на авто обслуживание, два раза возросли тарифы и на коммунальном предприятии, которое это все вывозит. вот здесь второе, ну, стоит об этом сказать. Вот вы смотрите, на сегодняшний день кричат о норме потребления воды. Собирает здесь целый водоканал, замеры производит, что-то ищет, где-то пытается и все остальное. у нас в нашем полтора миллионнике города фактически одна треть населения уже давно поставила себе счетчики. Нет ничего проще, как на каждом счетчике зафиксировать количество воды, расходуем на количество жителей, проживающих в квартире. Сложить это в среднюю норму и после этого вывести эту норму и утвердить ее для всего города. А тоди коррупционная складова пропадет. Так вот, этого не делает никто, потому что вот этот навар позволяет, когда возникает течи воды на улице и три дня или целую неделю течет артезианская сква... как из артезианской скважины вода, водоканалом не торопится ее ликвидировать, потому что за эту воду харьковчане уже заплатили. И вот такие вещи присутствуют везде. Три дня назад упало резко давление в газовой службе. Когда газ начали подавать, если чайник закипал за какое-то время, я не поленился, я замерил давление в газовой трубе, я был поражен, оно в два раза ниже, чем то, которое должно быть по нормативу. Вот такие вещи, за эти вещи мэр города должен снимать руководителей коммунальных служб. А он их подбирает, набирает, сохраняет и через них отмывает основные деньги. Проблема в том, что у нас все монополизировано. У нас фактично похороны. Майже все поджала одна фирма. Чим менше фирм, которые занимаются сферами экономической деятельности, тем выше цена. Людям не по кишеню похоронить родичей. Берем хлеб. Уже літом была ціла дискуссия про то, что в Харкове хлеб один из недорожших по Украине. Чому? Бо знову-таки монополизация. Комунальные сферы знову-таки монополизация. Щодо службы газов. У меня сусідка, вона дома має німецкую газовую плиту. И на німецкой газовой плитой кнопочку нажимаешь и сама зажигалка включается. Не включается, не включается. Вона бере инструкцию німецкую. Людина розумная, людина разная мову, читает инструкцию там написано «Якщо на нашій плиті вас не включается зменить поставщика газу». Після того ми сміялись дружно. У нас все настільки монополизовано, ми не можем цього обирати. Нам дають лише поставщика газу. І газ дійсно важко запалити, а ти поки дочекаєшся, що він загориться. Це дуже довго. І так у нас у всіх сферах. Але люди наші цього не знають. Вони все одно вибирають те, що було, бо це знайомі. А те, що їм в карман постійно за кожну буханку хліба, за кожен проїзд в маршрутці, у нас дуже дорогий проїзд в маршрутці, знову таки, за все в них по копійках збирають, 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 а потім кажуть, ой, як дорого в нас жити, влада винувата. Яка влада винувата. Ту, яку ви обрали. Їйште далі, дивіться, що було Тобто, якщо одним реченням, по комунальних справах, який підсумок року у нас? Комунальні служби у нас потрібно уніштувати і перестраювати. І, знову ж, уніштувати, це як банкротити і створити новий, як зараз хотіли зробити? У нас в мэрии работает около 2000 людей, если я не ошибаюсь, а може быть, і більше. Ми создали там систему переноса бумаг з одного кабинета в другой, а настоящих інспекціонних служб абсолютно нет. Вот, вы сталкивались в общественном транспорте, чтобы представители от мэрии контролировали, как водитель продаёт билеты, как едет транспорт, везде ли он останавливается, и пятое, и десятое? Не видели. Вот метро контролирует мэрию. Вы видели, чтобы кто-то ходил с повязками, там убирал эти бомжей и всех остальных? Абсолютно нет. И так, какой сферой не возьмёшься, мэрии абсолютно наплевать, инспекционная группа у неё не работает. поэтому, когда ты выходишь на остановку маршрутки, и водитель тебе предлагает заплатить 5 гривен за проезд менее километра, ты понимаешь, что это сплошное надувательство. При этом он нахально кричит о том, что запчасти здесь подорожали, бензин подорожал и всё остальное. Но ежели это всё подорожало и тебе не выгодно уходить с этой работой. Взагалі нафта дешевее, бензин дорожає. У нас така парадоксальна ситуация в Украине, если разобраться. Теж цікавая ситуация. Теж монополисты. Взагалі в Украине уже зараз доходить до краху оцей режим, який я називаю олігархично-клановый. Ну, поки що на місцевому рівні він ще трошечки зацементованный. Але на високому рівні на всеукраїнському уже починаються певні несостыковки. Олігархично-клановый режим розуміє, що він вже не може так щупальцями лізти в державний бюджет, а всі свої прибутки виносити в офшори, а не залишати тут. Тобто це уже деякий злам. Взагалі таки складається враження, що цей рік показав, що наступний рік стане або зламається хребет цієї корупційної системи, і до вузламутого хребта має підключитися фактично всі громадянські структури, або далі буде просто якась війна між кланами олігархічними, тому що ця монополізація вона ні до чого хорошого не веде. Вона веде тільки до дуже дорогих наприклад авіамонополізацій. Ну де це видано, що в Україні такі дорогі авіаперевезення? Ну чому це так? Ну чому в Європі можна набагато дешевше летіти, а у нас ні. І це в різних сферах таке все робиться. А персонами року хто у підсумку, як ви вважаєте, стали? Раніше багато олігархів тих самих називали, або ключові посади там хто обіймав, а зараз хто? Персони року? Якщо брати елемент шоу політики, то персон року у нас багато. У нас шоуменів у політиці в цей раз дуже багато. І кожен тиждень виносить нову персону. Якщо брати щодо того, хто реально просуває якісь реформи, їх поки що мало. Я не хочу називати прізвище, щоб не було потім до якоїсь партії і так далі. Але на мій погляд цей рік був дуже важким. Все одно мені здається, що перелом вже почався. І найближчі півроку покажуть, куди ми йдемо. От вже перелом потихеньку почався. Ми поки що бачимо верхню частину айсберу, почалося ламатись там всередині. І оці розборки, що ми бачимо на верхньому вже ешелоні влади, між різними вже значимими політичними гравцями, це лакмусовий папірець того, що уже до серця корупції добралися. І не треба боятися цього бачити. Не треба їх осуджувати морально чи як. Це добре. Це значить, що там починається злам. У нас 2 минуты. Ваше мнение по поводу розборок во власть і чим це може все закінчити? Ну, я считаю, що к марту місяця начинуться конфликты соціальні. Ми йдем семимильними шагами к этому моменту. Арсений Петрович на сьогоднішній день устрає только самого себе. Нужно менять замену делать в Кабміне, нужно менять наше правительство і самому Арсінію Петровичу нужно давно уходить в відставку. Але він вже хотів, але не далі. Я можу сказати, що він научился красиво говорити і красиво заігрувати з публікою. Його вот ці пламені выступліня, вони не особливо влияють вже на публіку, в большинстві його і не слушають. То є в следующий год ви прогнозуєте замену Кабміна і руководителі. Да. І якщо підводя ітоги, буквально в одному предложенні, як би ви год 2015 з політичного точки зрення назвали? Складний політичний процес, але цей політичний процес виштовхнув оцей айсберг на зовні. І ми дуже побачили багато тих прихованих речей, які ми мали побачити. Пожалуйста. Я считаю, що цей год он був переломным. ми двинулися в Європу, ми провели местні выбори, ми сделали дуже багато полезного, але в тому числе к реформам приступили крайне медленно. Дякую. Спасибо за участие в нашей программе. Напомню, у нас в гостях были политологи Галина Куц и Валерия Дудко. Спасибо. До свидания. До побачи. Всего доброго. Дякую.